Пятимесячные Софии Дорбинян из Новосибирска диагностировали спинальную мышечную атрофию. Одна доза жизненно важного лекарства для малышки стоит 8 миллионов рублей. На один курс требуется 6 таких доз. По закону обеспечить ребенка дорогостоящими лекарствами должен областной Минздрав. Но денег на это в бюджете нет. Как семья Софии борется за ее жизнь в сюжете корреспондента программы Екатерины Вовкудан. София появилась на свет 23 февраля этого года. Она стала третьим ребенком в семье Анастасии и Владимира Дорбинян. По словам матери, при рождении девочка набрала 8 баллов по шкале Абгар и уже на третий день их выписали из роддома домой. Ну вот где-то в полтора, ближе к двум месяцам мы стали замечать, что она движется меньше, чем наши старшие дети. То есть у нее был снижен тонус в ножках, в ручках. И мне показалось, что некоторые рефлексы, которые в новорожденных должны присутствовать, у нее их нет. Обеспокоенные родители сразу обратились за консультацией к неврологу. Врач диагностировал у Софии синдром вялого ребенка. Мы родители очень тревожные, поэтому мы пошли сразу, сделали все исследования, которые нам невролог сказал. Пошли на консультацию в генетику и в институте Бачкова выявили поломку в гене и поставили диагноз спинально-мышечная атрофия. Это редкое орфанное заболевание, при котором у больных атрофируются мышцы и пропадают рефлексы, вплоть до того, что они могут перестать дышать самостоятельно. Самое страшное, что СМА пока не лечится. Тем не менее, есть лекарства, способные компенсировать проявление болезни. Одно из них – спинраза. В первый год жизни необходимо сделать шесть уколов, каждый из которых стоит порядка 8 миллионов рублей. Затем на протяжении всей жизни ежегодно вводят еще по четыре дозы. На территории России препарат предоставляется больным за счет средств регионального бюджета. Но получить его родители Софии не смогли. Препарат очень дорогой. И из-за этого на всех этапах вообще происходит жуткая бюрократия и очень сильно затягивается процесс. Здравоохранное ведомство прислало родителям лаконичный, но чудовищный по своей сути ответ. Что денег нет, в общем, все ушли на ковид, грубо говоря. Но мы постараемся, конечно, хоть мы и не должны. Но, в общем, никаких гарантий вообще, никаких обещаний, никаких сроков. Родители ребенка подали иск в суд к областному Минздраву, требуя обязать чиновников от медицины обеспечить кроху лечением, положенным по закону. Параллельно семья Дорбинян обратилась за помощью в благотворительный фонд «Сбереги жизнь». Там открыли сбор на 160 миллионов рублей для их дочки. Мы собираем деньги на зал Гензма. Это всего один укол, самый дорогой в мире, он унесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он стоит 2 миллиона 125 тысяч долларов, но там есть ограничения, его нужно ввести до двух лет. По заявлениям производителя, препарат «Салгензма» предназначен для устранения генетической причины СМА путем замены дефектного или отсутствующего гена. На 24 июля благотворители пожертвовали на лечение маленькой Софии 22 миллиона 854 тысячи рублей из необходимых 160 миллионов. Сбор средств продолжается на сайте фонда «Сбереги жизнь» и в официальном аккаунте Instagram Help София Дорбинян. Есть такое ощущение, что чиновники думают, что все само собой рассосется. То есть нет человека, нет проблемы. Такая вот бесчеловечная история, которая не должна быть в нормальной стране. Зачастую пациенты с орфанными заболеваниями чувствуют себя отринутыми и потерянными в мире здравоохранения. А добиваться лечения их семьям приходится, что называется, сбоем. Так, например, школьнику из Академгородка, страдающему ювенильным артритом и болезнью стила взрослых, лекарства выдали только после вмешательства прецедента. До этого мать Миша Старкова безрезультатно обивала порог поликлиники номер два. Я прикажу, есть лекарства, нет лекарства. У меня... А лекарство от чего? Это преднизолон, вот этот вот мультипред, амипразол, антибиотики назначали. В общем, много вот этих вот лекарств. Это жизненно важное лекарство? Это просто необходимое лекарство. Ему без него нельзя. По четыре таблетки каждое утро нужно пить преднизолон. По словам матери, медики объясняли отказ выдачи препаратов из установленного законом перечня бесплатных, их отсутствием или недостатком финансирования. Прецедент отправил в региональную прокуратуру запрос. Надзорный орган отреагировал оперативно. Установлено, что в апреле текущего года несовершеннолетний был поставлен на учет с редким заболеванием, которое дает ему право на льготное лекарственное обеспечение. Однако фактически рецептурные бланки на препараты не выписывались и лекарства не выдавались. Прокуратура внесла главному врачу поликлиники представление. Исполнение требований прокуратуры взято на контроль. В четверг перед проверкой мне принесли в 6 часов преднизолон домой. В понедельник утром я заехала все-таки собрать анализы. Ну и на меня сразу все врачи, заведующие, в регистраторе. Как мне стыдно. Я говорю, почему мне должно быть стыдно. Миша Старков не держит зла на медиков, но уверен, что региональному Минздраву стоит обратить внимание на организацию медпомощи пациентов с орфанными заболеваниями. Вообще любая сфера должна быть так механизирована, все на автомате, чтобы все хорошо было у каждого человека. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...